Крыса Вова Путин, кажется, навсегда влюбился в эту крысу и понял, что нападение – лучшая тактика и стратегия для любого, кто оказывается в грязном углу. Так мы могли думать до недавнего времени. На практике оказалось совершенно иначе. Когда взращенные Путиным уголовники отправились в поход на Москву, чтобы разделаться с путинскими же подельниками из Министерства обороны и Генштаба, никто ни на кого не стал бросаться. Шойгу с Герасимовым, полководцы нового времени, удрали из Ростова и запрятались в кустах. А тот, кого мы считали крысиным королем, вместо прыжка стал звонить знакомому хищнику в Минск и жаловаться, что Пригожин трубку не берет. Такой вот, понимаешь, щелкунчик получается. У нас с вами есть своя воля. Она всегда помогала нам во все времена побеждать. Мы, мы с вами народ-победитель. Это у нас в генах. Путин так и не стал крысиным королем. Он не стал той самой крысой, которая бросилась на него из угла, чтобы спасти свою крысиную шкуру. Он так и остался маленьким, перепуганным, невзрачным Вовой Путиным, который в слезах и соплях убегал от взбесившейся крысы в темноте холодной парадной. Бедный Вова. Нет, это мы бедные. Во главе огромной ядерной державы оказался такой параноидальный, закомплексованный трус, вымещающий на нас свои детские обиды и свой вечный страх. Это серьезная опасность. Это сейчас, когда Лукашенко прогнал Пригожина и его архаровцев. Путин опять осмелел, бегает по Кремлю, кричит на чиновников и обхаживает военных. Ходит, булками трясет, ну имеется в виду ягодицами, да? Резиновая попа. Фактически остановили гражданскую войну. Поздравляю с этой победой. Легко быть смелым, когда под Москвой не стоят отряды Вагнера. Легко нападать на Украину, когда у тебя ядерное оружие и в три раза больше населения. Легко поддерживать социальную стабильность, когда у тебя нефтедоллары. Но как только что-то происходит не так, как ты намалевал в своей голове, ты сразу же впадаешь в бешенство и панику и начинаешь бежать от крысы. Многоуважаемый господин Эрдоган, обращаюсь к вам с просьбой о помощи. Президент России, который просит о помощи белорусского диктатора. Лукашенко, который дает указания директору ФСБ. И эти люди потом рассказывают о суверенитете, о том, как они отстаивают интересы России и ничем не поступятся перед треклятым Западом. А их может напугать да икоты любой уголовник на танке. А ими уже помыкает недофюрер из Минска. Какой позор! До свидания, Сашенька. Пока. Целую тебя. Пока. До свидания. Пока-пока. Это оскорбительно. Это позор. Впрочем, Путин с компанией ничего об этом позоре даже и не узнает. Как любой гопник из грязной парадной, он привык унижать слабых и прогибаться перед сильными. Временно он вообразил, что сам тут бугор. Но как только появился кто-то непонятный с автоматом, и никто не стал останавливать очередного уголовника, он сразу же стал лихорадочно названивать в Минск и Астану. А где он? И это увидели все. Да. И теперь одни будут разбегаться, другие арестовываться, а третьи думать о своем собственном марше справедливости. Вот если ты слабый, тебя не уважают, и тут же нагибают, тут же. Теперь все знают, что Вова Путин в панике и соплях сбежит от любой крысы. Я с Путиным в 86-м году в Дрездене был. Он у нас был капитаном в протокольном отделе. Бегал, разносил бумажки. Какой Путин был? Капитанишкой он там бегал, в протокольном отделе был. И вот Коль его за выкупил, Аденауэр, Коль. Что мне говорите, ребята, не верьте вы ему, он же трус. А ты выйди к народу. Вот я полковник, на, вот мне документы. Я тебе хочу. Я вот говорю, что вас делает дураками. Как вы можете охарактеризовать Путина в тему? Путина враг номер один. Трус, трус и трус. И все. А что мне о нем еще говорить? Ребята, ребят, не сдавайтесь. Это скоро кончится. Глупость, она порождает глупость. Жадность фрай разгудила. Вот он себе построил там какую-то, избушку какую-то построил. Спрятался в этом. В этом, как он. В бункере? В бункере спрятался. Я никого не боюсь. Я не вор. А Владимир Путин что боится? Шкуру за свою, что он боится-то? Я вот не боюсь, на меня, режь, где? А шкура у него какая? Трусливая шкура у него. Он боится, потому что у него, извини, я сказал, что там у него... Да вы скажите. Он все, он продал Россию, понимаешь? Вот у меня четверо детей. Четверо. Два сына, две дочки, шесть внуков. Я никого не боюсь. Я вот полковник. На, вот мои документы. Да мы верим вам. Вот, покажи. Я не боюсь. Я иду и вот... Так Путин тоже полковник. Он капитан, он был. Ну, не надо. Я с ним в Дрездене не был, в 86-м году. Вы не с ним в Дрездене? Да, в 86-м, когда я был. Он сильно изменился за эти годы? Да. То есть вы знакомы с Путиным, да? Он когда-то во мраке был. Он никто тогда был. Он в протокольном одежде. А сейчас вышел в свет из мрака. Но голова. Понимаешь, голова, конечно. Нет, ему... Но она не туда направлена. Жадность прай разгудила. Какой-то дом сидит. Ты спрятался, бункер спрятался. Чего-то спрятался. Субтитры подогнал «Симон»? 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 Продолжение следует...